ведь ну расскажи про конкурентов что не так что не так заказчика не поверил нашему качеству причем наш знакомый заказал купель другой компании ну и с чем столкнулся на фоточках мы покажем эта история приключилась зимой здесь купель с пластиковой чаши как мы делаем отделана доской но это не вагонка потому что нет шипаза но это рейка там толщина 14 миллиметров на закладных пустота ну и про качество купели про энергоэффективность ну тут многому можно рассказывать но тут отдельная система слива и зимой это боль как раз именно в зимнее время года купели ну популярно и арендует пользуются постоянно и он в центре идет экран сделан самого края вот она с той стороны эта система слива сделана и вода застаивается и замерзает в этой коммуникации получается до крана труба от центра купели и она замерзла когда ее пытались ну расшатать слить по итогу отломали пришлось что делать купель на бок заваливать переделывать систему слива опять все эти шланги муфты но ну по новой крепить а у нас система слива врезана в коммуникации вот в этой точке есть прямо кран ну печка у нас другая более энергоэффективная более мощная но система слива у нас на системе циркуляции прямо находится и тогда он никогда не перемерзнет мы отсюда просто перекрыли краны у нас здесь стоят у печки мы их закрыли и открыли кран сливной на тройнике и всю слили коммуникацию то есть все намного проще все намного надежнее но а комфорт ну на первом месте в использовании в эксплуатации ну для заказчика это точно для собственника я так понимаю по стяжке наверно можно определить производителя да да мы не будем его называть просто нет не будет интрига по внутренней чаше по сути все так же как у нас то есть это полипропилен низкого давления в купели аэромассаж датчик температуры вот кстати тоже вот с датчиком температуры двоякая история сейчас нашему собственнику отправили вот такой датчик температуры он сгорел производства китай поставляется красивый подсвечивается но очень круто например у нас сделан датчик температуры он стоит вот у нас вот в этом контуре датчик температуры воды прямо в сгоне почему он здесь то важен потому что не гости же топят купель греют а как правило даже печь намного дальше ставят от купели чтобы и стопник но не мешался но и стопник контролирует температуру воды она должна быть 35 45 градусов и он всегда видит когда печку подкладывает он видит эту температуру воды как раз таки холодная вода у нас по нижнему патрубку поступает в печь а горячего уже уходит в купель и как раз нижний патрубок снимает температуру показывает правильно здесь все хорошо но конструктив кардинально отличается от нашей купели то есть у нас есть прямо в разрезе как выглядит наша чаша как она утеплена и бочка у нас полноценная не вагон очка вот это вот но то есть здесь просвечивается смотрю да да через три года тут же постоянный контакт с водой постоянный контакт солнцем ультрафиолет никого не щадил подожди у нас лунный паз у нас такого в принципе не может быть да у нас бочки с лунного паза сделано то есть у нас сама по себе бочка даже с пластиковой чашей сама несущая нет такого я не могу сказать что достать пластиковую чашу использовать его как бочку но сам каркас намного крепче намного мощнее никогда ничего не разойдется стоимость они порвет хомуты стоимость этой бочки по сравнению с нами ну вот в этой комплектации она стоит порядка 400000 может даже также ну то есть по комплектации посмотреть также но уникальность нашей купели намного она намного качественнее намного энергоэффективнее и печь у нас намного качественнее подожди она энергоэффективна за счет того что у нас тут толщина доски 4545 лунный паз он не рассохнется и не будет таких щелей и у нас там утепление там лежит теплоизол и потом полипропилен полипропилен низкого давления сама по энергоэффективности но не проводит тепло дальше пирог теплый за счет теплоизола и 45 кедра и сама по себе печь у нас зольник внутри печи это трубочки и вну это водяная рубашка а когда угли лежат все тепло же вниз уходит и зольник у нас снимает то есть у нас прямо завод в челябинске изготавливает под нас печи а здесь ну самая обычная простая печка ну и это тоже влияет на время нагрева но я готов поспорить что мы ставим две купели нашу и ну данного производителя затапливаем и она в два раза быстрее натопится это сто процентов потому что у нас есть уже реальный опыт это райский дворик город красноярск банные комплексы там стоят наши купели и стоят купели других производителей с точно таким же водоизмещением но наши нагреваются в два раза быстрее и здесь тоже уже заказчик взял нашу купель будет ее эксплуатировать с нашей печи ну полностью комплект и вот как раз таки даст уже свою обратную связь потому что очень часто мы просим даже эту обратную связь а люди ну когда все хорошо и и к сожалению не дают дают ее когда все плохо и вот у нас нету обратной связи когда все плохо но и нет обратной связи когда все хорошо и и не хватает я так давайте про термокрышки еще поговорим она вообще необходимо для каждой купели она просто защищает от внешних погодных условий от мусора грязи пыли но и также ускоряет процесс нагрева в зимний период это точно ну как крышка на кастрюле вот такие делаем мы сегодня термокрышки у нас сверху и снизу пвх лодочная плотностью 650 грамм на метр квадратный а торец сделан из вот этот торец из репстоп но это ткань oxford серии репстоп у нее идет нить армированная квадратным сечением и она защищает вот от таких порывов от разрушений что это оксфорд 240 тоненький а у нас репстоп который в 2 раза дороже и поэтому история что этого материала хватает сколько ну год прошел ну да у это купили год она стоит вот термокрышка разорвана но и здесь вот у нас получается такие вот термокрышки они вот в этом шве пробегают и этот чехол наполняется водой тоже такой мешочек становится здесь у нас проклеивается то есть у нас вверх пвх пвх здесь репстоп и сверху мы еще проклеиваем пвх ну защищаем закрываем а уже именно проклеенной лентой чтобы шов был закрыт все и только здесь у нас торца остается этот репстоп все намного качественнее ну мы тоже же делали такие термокрышки просто мы не стоим на месте постоянно делаем лучше стараемся не отставать от современных технологий ну и мы обратную связь воспринимаем потому что люди просто нам тоже самое показывают и говорят ребят через год уже проблемы но мы это знаем по нашим юр там уже давным-давно что это проблема вот кстати многие воспринимают это как нашу ну проблему что мы наоборот не становимся лучше мы всегда честно рассказываем про наши фокапы право то что ну было сделано не так и что мы переделали даже конкуренты просто высылают ну такую информацию смотрите как у них они делают вот так поэтому всегда сравнивайте всегда узнавайте из чего сделано как сделано и смотрите наш youtube канал там очень много полезного про юрты про купели подписывайтесь на наш канал ставьте лайки сами все знаете